Ой, да девица, да больно птица, Глядя на тебя, голова кружится, Ты красива, но больно когда, Никому ничего не верна. Русские, чувашские, башкирские, мордовские, татарские. Более ста артистов национальных творческих коллективов по Волжье съехали в столицу Чувашии на межрегиональный фестиваль «Семицветик». Уже третий по счету. Эта песня была про любовь, где девушка забыла про своего парня, которого очень-очень сильно любила. Фестиваль познакомил участников и гостей не только с музыкой разных народов, но и с их ремеслами. Вышивка, куклы, украшения. Мастерам декоративно-прикладного творчества есть чем удивить зрителей. Например, фольклорный ансамбль из Башкирии рассказал о своих народных костюмах. Это украшение называется сельдер. Еще хакалом. И еще называется тушильдером. Из бисера, из монеток, из старинных монеток можно сделать. Вот это называется акак, по-нашему. Это ад с глаза. Вот это белый камень. Ну, это наши орнаменты башкирские, узоры. Петр Першин приехал на фестиваль из Мордовии. Там он обучает детей художественной резьбе по дереву. Мастер работает с мягкими пластичными породами древесины и сейчас уже не представляет свою жизнь без этого хобби. Сам с детства увлечен резьбой по дереву и пытаюсь детям все это передать. Традиционный материал для этой работы – липа. Как уже подмечено, что из липы делалось все. И лапки из липы, и вырезание, всякая домашняя утварь, допустим, вот такие традиционные солонки. Они были распространены вообще во всем Поволжье. Ну, мордва, конечно, свой мордовский узор традиционный старается здесь употребить, чтобы это уже более национально колорит имел. Вручение дипломов и подарков стало заключительным аккордом фестиваля национальных культур «Семицветик».